добрый вечер я рада приветствовать всех сегодня здесь и хотела сначала сказать выразить благодарность британской высшей школе дизайна за то чтобы что это мероприятие сегодня состоялось и благодарю всех участников паблик тока и всех кто пришел сюда сегодня послушать меня зовут елена черноярская я модератор сегодняшнего мероприятия и автор канала трэжер hunter телеграм-канал вот сегодня мы будем обсуждать новую реальность в индустрии украшений с нами сегодня ирина кузнецова сооснователь poison drop филипп или пук до основатель бренда де фарме ольга аверьянова до основатели дизайнер бренда кевер джунгри значит у нас кристина абраменкова на кристина директор по маркетингу сваровский россия и ничего не слышно извините да хорошо я буду громче и она письма креативный директора и основатель ювелирный ювелирного бренда мулька вот так вот так говорить ну да хорошо сегодня мы затронем несколько основных тем это соцсети условиях новой реальности законодательство зависимость цену от материал на материалы от курса валют и возможные варианты выхода из ситуации до первый вопрос у нас это как вести аудит коммуникацию с аудиторией бренды всегда сами решают что стоит публиковать стоит ли выражать свою позицию и ирин расскажи пожалуйста как у вас обстоят дела всем привет ребят меня зовут ира кузнецова из основатель позе дроп и сегодня мы вместе с британкой решили организовать этот public talk то есть мы такие основные наверное как драйверы что ли этой сегодняшней нашей дискуссии я супер болтушкой могла бы наверно отвечать на все вопросы которые будет давать лена но мы пригласили к нам на эту дискуссию ребят которые представляют нашу аудиторию ой нашу индустрию совершенно разных лет извини сейчас вы просто представлю еще раз да сделать эту дискуссию гораздо многограннее чем а если бы я тут одна болтала вот потому что у ребята из бренда де форме абсолютно вообще вдохновляющая история это бренд бижутерный он не имеет отношения к драгоценным металлам у оли аверьяна бренд кэвер это история вообще которая переворачивает подход в индустрии потому что мы все считаем что нас ценят за состав и драг металл и мы в большей степени ювелиры стараются делать из там серебра и золота потому что понятно ценность что ли украшение оли совершенно другая история она перевернула она из ювелирного дизайнера стала бижутерном дизайнером потому что она расскажет свою историю вот кристина сваровский бренд который международный абсолютно сейчас не за лидирует и рвет все продажи при том что они абсолютно заблокированы и закрыты расскажет их реальность которая сейчас с ними происходит и аня бренд мунка ювелирный бренд расскажет со всеми сложностями которые они столкнулись с внедрением гис и переходом на звездочкой мы поможем вот поэтому но и все естественно мы как представители брендов и коммуника и коммуницируем с аудиторией столкнулись с теми сложностями что вчера у нас был улыбающийся контент счастливая девушка которая получает эмоции от покупки украшения а сегодня это нас в какой-то день это стало совершенно не актуально и мы все столкнулись с тем как вообще вести как как в этой реальности себя проявлять потому что если говорить со стороны бизнеса то конечно вот у меня за плечами команды практически в 200 человек всем нужно платить зарплату аренды обязательства по магазинам и как бы коммерческой деятельность которую никто не отменял в этой с новой абсолютно реальности и сложностях но первая самая сложность большая которая с которой столкнулась наша компания это разность взглядов в текущей ситуации да то есть если ты сам дизайнер ты сам решаешь как тебе вести свой контент какую фоточку постить постить там за черный квадратик или там цветочек и ты можешь сам принять решение то когда у тебя команда и вы и большая команда формирует контент есть редакция есть главный редактор есть партнеры бизнес-партнеры мы столкнулись тем что у нас разная позиция и в этом была самая большая наверное сложность чтобы как-то как-то проявить себя в новой реальности потому что кто-то говорил давайте делать так как было раньше кто-то говорил мы за одну сторону кто-то говорил мы за другую и мы никак не могли вообще подступиться мы несколько дней я выдерживали молчание потому что не потому что мы молчали а потому что мы просто не могли договориться вот мы не могли выпустить и начать выпускать контент пока мы не договоримся не будем целостной в той позиции по крайней мере относительно нашего контента в которой мы били поэтому у нас наверное такая самая сложная ситуация вот поэтому наверное пусть ребята расскажут как они меняли контент как там кто-то остался ли также что-то изменилось эти крестин а вы перестали вести соцсети российские просто интересно у нас их не было у нас была глобальная коммуникации и соответственно всю коммуникацию мы вели через партнерские соцсети то есть телеграм-каналы instagram блогеров так далее я вам расскажу самого начала то есть то официальное заявление которое мы все увидели через риа новости и так далее не было ничего близкого с реальностью мы просто нас просто выключился сайт и это то как раз о том говорит как поступает сейчас информация во все вообще везде то есть слышим и делим как минимум на 10 вот и бренда решил пристановить именно работу своих магазинах и и ком только через восемь дней после вот этого официального заявления что как будто бы сваровский уходит с рынка вот ну и мы конечно поймали волну восемь дней покупатели выстраивались в очередь вот мы ничего никому не говорили у нас про активной коммуникации то есть если только нас спрашивают мы отвечаем если нас не спрашивает мы занимаем такую позицию в стороне потому что я считаю что мода как и искусство это немножко другая история и нам не стоит погружаться это лично мое мнение я его конечно транслирую на то как бренд коммуницирует здесь то есть нам не стоит погружаться в эту историю мы про красоту в любом проявлении вот и соответственно я тоже много говорю если говорить о том как бренд коммуницирует сейчас и действует сейчас во первых мы сороски одна большая семья у нас есть свои магазины которые не работают но бренд полностью поддерживает весь персонал розницы а весь персонал офиса у нас есть любимые партнеры которых мы тоже считаем семьей у них есть свои магазины онлайн и оффлайн вот соответственно мы всячески пытаемся им помочь мы отдаем весь свой сток для того чтобы они продолжали работать и наши партнеры poison тоже ловят волну вот этого супер потребления супер желанного продукта и продают и имеют возможность классно продавать вот и у нас еще есть такой классный пунктик того что глобально очень много контента бренд спускает вообще в принципе в мире конечно локальные телеграм-канал и которые очень любят красивый контент и все устали от черных экранов они репостят и стен сваровские на оскаровской сцене вот и всех знаменитостей которые продолжают появляться в этой красоте я ответила на твой вопрос да слушай мы мы на самом деле тоже хотят нас мало людей мы тоже какой-то взяли тайм-аут вообще в коммуникации мы не постили сделали там какой-то пост в поддержку украины и какое-то время мы не постили вообще ничего прошла неделя мы поняли что ну это невозможно сидеть молчать потому что в таком случае просто в общем-то вся наша деятельность она не нужна вот и вы приняли решение продолжать постить мы ввести вообще в целом коммуникацию мы потихонечку набирали обороты то есть если например обычно у нас там грубо один под день 8 stories выход телеграм-канале 5 рассылок в месяц то там первый месяц был вообще без мл писем практически там был какой-то один мудборд такой очень-очень стихий надо было мы давай так мы приняли решение усиливать коммуникацию и больше говорить про лайфстайл у нас появился книжный клуб буккроссинг в офисе мы начали говорить о вещах которые могут в это время помочь нашей девушке нашей аудитории просто почувствовать себя счастливой потому что по большому счету то что мы делаем это именно про вот этот вот момент удовольствие продажи и носить украшения мы считаем что два разных процесса но тем не менее оба эти процесса они про про какой-то про красоту про эстетику про получение там кайфа в моменте про какие-то манифесты которые ты наделяешь до каждого каждому украшению поэтому мы усиливаемся мы стали больше говорить про какие-то эстетические про более важные вещи мы расписали коллаборации до конца года за этот месяц мы начали планировать мерч и в общем мы решили что-то время возможностей работа кипит да вот понятно я еще хотела спросить адаптируете ли вы маркетинговую стратегию после блокировки соцсетей после блокировки основных соцсетей которые ранее были продажен ну как через которые продажи осуществляли могу я сказать даже продолжая это да если раньше весь наш практически весь трафик это весь трафик инстаграм и сейчас очевидно рекламных каналов там не осталось у нас нет вообще ни одного рекламного канала вторый месяц и мы в плане мы добавили телеграм-канал начали выразвивать мы добавили яндекс дэн мы усилили рассылку и ну соответственно подключили больше пиара вот мы так делаем я частично затронула дар пиар-канал мы используем и всячески помогаем нашим маленьким партнерам которые как пользу классно ведет сам а партнером на каких-то локациях отдаленных от москвы мы прям проводим тренинги вместе с медийным агентством каждого поддерживаем вот рассказываю что такое яндекс дэн и как делать таргет вконтакте и так далее понятно ольга на этот вопрос вы знаете мы тоже пересмотрели свою стратегию потому как мы будем тратить наш рекламный бюджет и вообще что из чего он будет состоять мы начали активно работать с блогерами раньше у нас это было совсем такая история спокойно и там не было никакой работы мы стали размещать рекламу на яндексе то есть контекстная реклама трафиком именно на наш сайт и наверное наши проекты которые у нас сейчас в разработке это тоже наша реклама которая скоро появится и это будет та информация которая тоже будет обращаться нашего покупателя к бренду и вести к нам то есть ну изменение есть конечно же да и мы подстраиваемся хорошо филипп да у нас небольшая марка и у нас зависит продажи именно от контента и если мы его не делаем то у нас грубо говоря продаж нету потому что у нас еще не был готов сайт у нас не было клиентской базы и но мы все равно решили взять какую-то паузу потому что считаю что это не совсем этично выкладывать stories посты но у нас продукт очень сильно яркий но мы поняли то что это нужно продолжать дальше делать и потому что слишком много вокруг серости и негатива и людям наоборот хочется потому что мозг адаптируется больше к жести им хочется себя чуть больше порадовать поэтому мы даже сейчас несмотря на это собираем самым команду и будем еще сильнее заниматься контентом ну я наверное больше про цифры вот конечно маркетинговая стратегия была полностью изменена до конца года потому что для нас у нас instagram это один из основных каналов привлечения трафика на сайт и и когда ты теряешь основной канал в плане трафика ты не понимаешь что с ним будет дальше потому что мы использовали в инстаграме все инструменты таргетинг рекламы с блогеров собственный контент работа над ростом группы и куча разных других инструментов и когда ты понимаешь что это почва уходит из-под ног ну первым огляделись конечно посмотрели на какие платформы мы еще пойдем нам ну мы как бы мы без инвестиционные и делаем бизнес для себя поэтому конечно каналов каналов достаточно но там в контакте например мы не пошли потому что мы себя там не видим не чувствуем в одноклассники мы тоже не пошли потому что мы тоже себя там как будто не очень комфортно чувствуем а постить просто сеять как бы контент ну ну можно но мы не сильно верим в успех этого мероприятия вот поэтому мы выбрали telegram у нас он уже до этого был но он был очень маленький и так мы к нему как-то приступались да потому что все знают что платформы разные и ну с telegram как-то у нас не с первого раза получилось но в этот раз поскольку аудитория туда активно стала перетекать у нас он набрал подписчиков но что-то набрал там есть идет какая-то активность но instagram как был у нас основным каналом так и есть бюджеты на него были выделены всегда большие и мы все порезали и перераспределили и уменьшили потому что у нас принципе все косты мы довольно сильно порезали вот мы первое время нас беспокоило будет ли будут ли блогеры продолжать там рекламировать браться за рекламу контент который не связан который кажется неуместным наверное кому-то да по эмоциональному состоянию но нет довольно много блогеров продолжает вести свою деятельность это если кому-то будет полезно что этот канал как бы не отваливается instagram все равно можно постить просто интересно было когда это у кого блогеров остались охваты а у кого не упали драматически вот мы теперь понятно так а что происходит со спросом вот в этой ситуации как он реагирует реагирует да я могу сказать что мы три первый квартал у нас вышел по общей недопланности в цифрах минус 10 процентов от того что мы планировали а мы обычно очень качественно занимаемся планированием очень серьезно к нему подходим то есть у нас под планирование завязаны цели компании там сотрудники теперь и и там рост определенных показателей и наш фокус в команде поэтому мы считаем что в текущей ситуации минус 10 я считаю отличный результат вот и и вот ну если говорить про цифры наверное вот так спрос удивительным образом я могу поделиться из индустрии наверное я приятельствую с ребятами которым принадлежат ювелирные заводы и они сказали что спрос на золото например очень вырос в золотом сегменте как только началась вот эта спецоперация люди стали инвестировать деньги в золотые на украшение в золотые по составу мы на своем примере это не сильно увидели потому что у нас недостаточно большой ассортимент в этом сегменте может быть они расскажут как у них смели золото да мы почувствовали рост спрос на золото в золото пока рано оценивать но доля золота выросла в продаже бренда не знаю давайте дождемся квартала и сверимся второго конечно пока но мы чувствуем что золото стали больше чаще покупать у нас вырос средний чек и золото предпочитают покупать в оффлайне очень много гибридных покупок когда человек заказывает например на сайте если это там высокий средний чек то он все равно приходит оффлайн мерить покупает в оффлайне но тем не менее доля золота растет учитывая а у меня еще к вам вопрос по поводу маркировки вот это вот есть дмдк да да и пожалуйста ответьте на него потому что всем это очень интересно вот я я поняла что я не я не сдюжу сама это делать руками поэтому мы взяли хотя бы маленький но мы взяли в команду операционных директора мой товаровед стабильно два раза в неделю остается в офисе до 12 ночи до часу не потому что я так хочу а потому что просто мы физически не успеваем ничего вообще так еще сложилось что по большому счету весь может не будем а генис просто весь малый бизнес был на каких-то упрощенных системах учета и для нас генис совпал с переходом на 1с и это вообще полная жесть и и например если раньше мы делали поставку грубо говоря там от 300 до 500 единиц за день то сейчас мы ее делаем не меньше полутора недель и то вот сейчас мы должны были отгрузить позднее украшение например мы их отгрузили физически но не получилось сделать спецификацию потому что нужно спецификации передать вниз потом обратно выяснилось что у нас производство сделало ошибку в весе камней вот и мы пока не знаем как решить этот вопрос и это новость для тебя я знаю но вы все решили я в нашей компании не занимаюсь ГИСом поэтому принимаем поставку вот но шутки шутками да это на тему как бы спроса помимо спроса индустрия сейчас пережила в марте скачок курса внедрение в нашу индустрию ГИС и плюс еще там психологически насыпали что вся индустрия должна будет перейти на обществе налогообложения вот поэтому была очень странная история когда как бы эмоционально не очень и операционно все это было сложно ребятам вывести вот мы сейчас ситуации что нам не все дизайнеры могут поставить сделать поставки как бы товар у них есть в наличии он произведен но он не как это обгисен не знаю он не занесен и многие дизайнеры решают этот вопрос на наймом программистов и цены разные варьируются когда только эта тема началась один наш известный дизайнер наверное не могу говорить кто и мы с ней обсуждали вопрос внедрения она сказала что им программисты сказали 800 тысяч рублей за внедрение вот этого модуля 1с и маркировку остатков потом стали появляться другие мы предложили для дизайнеров которые находятся в пуле там польза дропы наши разработчики предложили модуль мне кажется за 200 тысяч рублей сейчас я знаю что вот тут в аудитории один наш дизайнер который решил весь вопрос комплекс вопроса за 100 тысяч рублей да то есть так вот с 8 можно найти меня пожалуйста вот да то есть это вообще все очень дорого нетривиально это не то чтобы на улице стоят и вот и за 100 тысяч рублей договориться еще надо договориться и сделать вот и в этом конечно трудность большая для индустрии и это на тему того сколько это вообще стоит просто есть тут есть дизайнер которые думают начать заниматься ювелирным дизайном или уже есть но кто еще не перешел на ци порядок цен такой вот и конечно скорость от грузок и поставок очень сильно замедляется у нас портфолио около ста брендов многие из них проходят таможенную очистку и мы их привозим как внешне экономической деятельности мы ведем и вот сейчас нам вот нас буквально неделю назад таможни вышел вышло три груза а таможни не дает нам уины и мы ничего с этим грузом сделать не можем вот и как бы а деньги заплачены вот мы теперь чего-то ждем когда в кабинете появятся эти уины ну то есть система еще не совершенно и на государственном уровне в том числе уж я молчу про небольшие локальные марки которым правда тяжело и очень хочется поддержать и какое-то было бы окно который всех консультированного тоже нету потому что никто не знает как правильно вот я описываю как сейчас оля филиппа и кристина думает слава богу у нас бежуха да с бижутерии конечно намного проще все а я хотела уточнить если например просто такой вот возник вопрос так как я знаю что много дизайнера в зале у них наверняка тоже такой есть вопрос что если основная масса украшения например серьги сделана из бижутерного сплава а та часть которая контактирует с телом с ухом да она сделана из драгоценного металла насколько вот это нужно заносить в систему и как это ну это может ли это быть выходом из ситуации нет нас такого нет потому что вот это вопрос взаимодействия телом с ухом решается покрытием и покрытие дает ту надежность защиту от аллергии в общем то все это закрытый вопрос не дает возможности вот этой путаницы и сложных каких-то взаимодействий поэтому это все бижутерии как правило ну да это решенные моменты которые там ну есть разные материалы которые используются именно в тех местах где это действительно сильно важно и это это все просто оказывается все просто ну хорошо я просто предполагала что может быть какая-то часть украшения из драг металла какая-то чем да я могу рассказать мы привозим такие бренд у нас есть лондонский бренд у которого швензы из серебра а сама вся деталь из пластика и к сожалению это тоже считается ювелирным изделием и должно проходить таможенную очистку пошлины пробирование даже если это небольшая одна деталь потому что металл весь оборот драгоценных металлов нашей стране регулируется понятно что у нас следующее мы хотели еще обсудить что делают компании которые зависели от сотрудничества зарубежными брендами да я хочу чтобы ребята рассказали свои истории может мы поменять вопрос филипп можешь рассказать вашу историю про вашу молодую марку и как вы вообще ну я не знаю но расскажи про вашу секс секс история я так ее называю так все началось того то что мы лишились вообще любого там какого-то дохода жили в турции приехали в беларусь мы сами из минска и я сидел и думал блин чем такое заняться чтобы это было интересным и за это зарабатывать немножко денег у меня всегда была небольшая насмотренность наверное в плане моды трендов каких-то и я обратил внимание у белых один очень интересные необычные колечки да и я подумал блин хочу себе купить такую и нигде не нашел и в итоге мы начали их делать это мы делаем кольца ручной работы из полимерной глины и с разными кристаллами вот в итоге мы сделали эти кольца с горя пополам и завели инстаграм и у нас было 20 подписчиков всего и половина из них это фейковые страницы друга нашего да и мы поняли то что никуда это далеко да никуда это не он не купит да и вообще да но я был так уверен что это очень классная штука и это должно продаваться вот начали писать разным блогерам нашими никто естественно не понимал что какой тренд что это такое и просто поняли то что нужно создать искусственный какой-то азиотаж и убедить то что они хотят вот ну и мы начали им просто составляли очень такое письмо показывали что это классно то что им это нужно мы всегда пытались и до сих пор пытаемся когда встречаемся с какими-то селебрити а кому им то ну расскажи блогерам ну сначала да мы местным потом в итоге мы прорекламировались у всех в Белоруссии и поняли то что нужно ехать в Москву дальше это делать но вы платили мы нас наверное рекламировали самые крупные миллионники Клава Кока нас рекламировала нас даже рекламировал всемирно известный дизайнер Карим Рашид из Нью-Йорка ни за одну рекламу никогда мы не платили и поддерживали правильно сказать вас поддерживали мировые звезды потому что им нравилась эстетика и суетом то что мы переехали мы переехали в Москву и начали писать всем блогерам то что это классно они это хотят нам никто не отвечал просто две недели да пока просто чисто случайно мы с кем-то не зацепились и мы всегда считали то что очень важны личные встречи всегда потому что ты можешь расположить немножко человека и мы никогда в жизни не просили чтобы нас кто-то отметил прорекламировал но из-за того что мы делали им подарок они себя психологически чувствовали немножко себя обязанными даже психология пошла и в итоге вот так вот мы и начали секрет популярности это настойчивость правильно? настойчивость правильно показать что это людям надо потом когда мы начали писать уже другим знаменитым людям допустим мы уже ссылались на предыдущих да ну нет мы смотрели с кем они общаются плюс мы начали сразу же работать с разными стилистами с фотографами кто с ними как-то коммуницирует вот и допустим мы хотели чтобы вот допустим там условно Клава Кока хотела одеть наши кольца мы не сразу ей писали потому что она естественно не ответит мы искали людей которые как-то с ней близко находятся и тому подобное да но в итоге вы пошли на фэшн олимп через музыкальную индустрию и вас поддержали Клава Кока, Ивлеева, Элджей да, очень много ребят да, начало носить нас сразу и мы просто искали в каждой нише лидера мнения своего и пытались вот так вот выйти класс а Филипп тоже музыкант поэтому скоро вы будете видеть меня чуть чаще да, да, да очень хорошо это замечательно когда довольно быстро получается у вас ну за три месяца мы с самого нуля за три месяца просто вырос очень сильно даже большой интерес от западных блогеров к нам начали прилетать разные предложения из-за границы допустим есть такой сайт эссенс это то же самое что Farfetch он даже еще старее они нам пишут потому что хотели про нас статью написать вот и это да а вы успеваете производить? на самом деле нет, да, это тяжело потому что в основном это делаю все я мы начали смотреть людей а вы сами производите? да, 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 мы все сами делаем да, руками и привело в том то что я даже не умел вообще ничего лепить никогда я просто увидел что классно и когда я купил я сначала неделю или две искал что это за материалы и когда я купил эти материалы думаю сейчас пойдет дело ничего не получилось просто и я сидел месяц ночами и спал по три часа в сутки потому что я очень хотел это делать ну и вот потом мы приехали сюда мы познакомились с Ирой мы попали в poison drop да, ну как познакомились да, мы познакомились это тоже написали мне в инстаграм и я говорю, слушайте, ребят, я просто сейчас гуляю с детьми а они говорят, а мы сейчас подойдем вот, и мы погуляли вместе с моими детьми вот, практически можно так сказать но просто ребята настолько обаятельные и так верят в свой продукт что, ну и как бы такая для меня вдохновляющая история что все мы когда-то с нулевым аккаунтом с нулем денег и что у нас остается это только наше огромное желание и вера в то, что мы делаем и если мы в это верим искренне и делаем вот, то мы обретаем некую целостность и мне кажется, обязательно все должно получиться поэтому пригласили ребят рассказать, что у них получилось и ребят молодцы, даже расширили линейку свою и все риошки появились да, и мы хотим дальше расширять, потому что очень много идей и мы хотим вообще перерастить в что-то больше вырасти точнее мы хотим делать какие-то интерьерные штуки тоже, возможно, это ручная работа будет мы сейчас над этим над всем работаем вот так вот, да и еще у Филиппа и у Брэнда, да хорошо, что они лишены вот этого сложности вот этих с ГИСДМДК и прочее это правильная стратегия, да да, надеюсь надеюсь, это правильная стратегия далее, Ирина, ты хотела, чтобы Ольга рассказала, да, свою историю и Оля начала, я уже рассказала, как ювелир с такого классического ювелирных украшений с пробами, пломбами со всеми этими делами, пирогами и сложностями и потом у нее произошла трансформация и Оля, я бы хотела рассказать, как она произошла тоже похвались про свою киноиндустрию что ты делаешь и как это отразилось на коммерческих показателях то, что ты перестала делать ювелирные украшения а стала делать просто дизайнерские украшения да, на самом деле это такая интересная история когда я все начинала я начинала это как классический формат это украшения я сама училась на ювелира для меня это была четко понятная история значит, сейчас я все научусь делать начну и я помню, когда я сделала свою первую коллекцию я хотела делать драгметалл с драгоценными камнями и после моего первого расчета когда я уже сделала сэмплы тогда я еще и сама участвовала в процессе производства я поняла, что в принципе я не могу сделать никакую массовку и вообще ничего то есть это абсолютно экономически очень серьезные вложения на которые я не готова как бы я не верила в дизайн я должна что-то пересмотреть для меня тогда был первый шаг мой в бижутерию я подумала, окей, я сделаю это все из серебра и сделаю из полудрагоценных камней вот я смогу сохранить все свои как бы идеи я смогу сохранить эстетику качество, но это будет в пять раз дешевле допустим потом, значит, прошло время я помню, что наш первый этап сотрудничества с poison drop был как раз, когда у нас была коллекция как раз таки в серебре и с полудрагоценными камнями потом я поймала волну новой трансформации и поняла, что а ведь это тоже не важно моему покупателю, моим клиентам и мне важно, из чего это сделано я у меня в Петербурге офис находится вместе с шоурумом они совмещены и я часто общаюсь со своими клиентами которые знают меня лично или просто кто-то приходит и я выхожу познакомиться я поняла в какой-то момент, что им вообще не важно, из чего они сделаны и эта идея во мне вот зародилась я подумала, так, так, значит мы что-то еще можем в этом изменить в этой системе и я всегда четко знала, что то, что выбирают мои украшения, их выбирают за дизайн и в этом, ну, выбирают идеи, выбирают вот этот эмоциональный какой-то мой порыв, воплощение моих эмоций и абсолютно материалы, их ценность стоит там на каком-то месте то есть всегда это про качество это важно, это нужно, но но не про ценность материалов и я помню, как в какой-то момент я пришла на производство я говорю, так, значит, давайте из латуни будем все делать он говорит, нет, из латуни это вообще нереально это все нужно по-другому, вообще все очень сложно мы вообще все не можем, мы вообще все можем, давайте и вот это вот был момент такой сложного перехода потому что это не классическое решение и как бы со мной работают люди, которые точно так же были настроены ну вот как мы уже делали, это понятно а тут нужно все по нам, нужно перестраивать производство нужно менять какие-то моменты, там, закрепки, еще что-то особенности материалов нужно учитывать и когда ты начинаешь работать с чем-то, с чем ты раньше не работал ты еще параллельно ловишь очень много моментов которые ты, ну вот, должен прям прожить, прочувствовать и вот с нами это все случилось и мы, ну вот уже, наверное, три года мы производим только бижутерию и вот у нас на прошлой неделе была встреча-совещание когда мы говорили, так и мы стали считать наши объемы, которые мы сейчас льем ну, у нас там есть цифры по литейке, по тому-посему и мы поняли, что там какое-то огромное количество килограммов всего мы отливаем вот, для меня это была просто какая-то фантастическая цифра потому что, так как мы выросли в объемах если бы мы это делали в драгоценных металлах, мы не могли бы себе это позволить так как мы тоже строим свою компанию на свои же деньги и это как бы, ну, это тоже про цифры абсолютно и когда произошла вот эта история с новым законодательством и вообще со всеми этими изменениями в этой индустрии нам звонили, спрашивали, а что вы думаете по этому поводу а мы сидели растерянны, потому что я поняла, что я как бы ничего не думаю потому что мне это не касается но мне все равно было немного тревожно, потому что, может быть, что-то я не знаю просто и я должна тоже волноваться но, в общем, это был такой большой путь я рада, мне очень хочется много всего еще попробовать у нас все время в производстве что-то, что у нас не получается и мы с этим боремся, потому что это новая технология и по факту у нас даже нет места, где бы нам посоветовали потому что бижутерию не так много производят в России точнее почти вообще не производят а у нас свое производство и тут вот мы, в общем, как такие изучаем, изучаем и, ну, наслаждаемся, когда это получается страдаем, когда это не складывается и, на самом деле, благодаря тому, что мы занимаемся бижутерией у нас периодически случаются проекты с киношниками, с киноиндустрией мы делаем красивые эффектные украшения для фильмов это тоже такой нестандартный подход, потому что есть задача есть как бы, как она должна быть, выглядеть в воплощении и тут мы используем все свои знания как ювелиров, как производителей бижутерии и создаем, так мы сделали, мы считали в прошлом году мы в итоге сделали за последнее время 13 корон для разных фильмов это красиво, это интересно, это суперсложно потому что это нестандартные размеры, нестандартные задачи но это дает столько энергии, столько вот в этот момент ты кайфуешь, на самом деле да, да, при том, что это точно так же бессонные ночи и страдания когда все не получается, там, хорона жмет или еще что-то а ты понимаешь, а это огромное количество времени работы и ты ничего с этим не можешь делать, ну вот это не так просто но ты все равно выдумываешь и решаешь окей, сейчас, значит, по-другому делаем и начинаем все сначала и все складывается в итоге а какие фильмы? ну вот сейчас, в прошлом году вышел конек-горбунок, это русская сказка прекрасная, красивая, для них мы делали короны для главных героев это был наш первый фильм, с которым мы столкнулись это была для нас такая проверка боем это был фильм Матильда мы делали короны, ну, Российской империи большую, малую, мы делали все, как бы, регалии это было суперинтересно и суперсложно на тот момент, когда мы работали с этим проектом в команде было два человека один я и второй мой компаньон и, значит, мне кажется, что мы не спали не ели полтора года мы работали над этим проектом начинали мы его с одной, с заказа одной короны вот, но так сложилось, что мы, не знаю, внушили доверие заинтересовали продюсеров и компанию, ну, как бы кто занимался продакшеном и в итоге мы получили огромный, огромный для нас тогда заказ это был бесценный опыт и дальше мы делали для театра нации корону ну, мы делали для большого театра там что-то было ну, то есть много проектов, они все интересные, они все не стандартные потому что ты получаешь задачу масштабную ответственную и при этом ты совсем не знаешь, как ты ее будешь решать это вообще ну, когда ты уже делаешь а-ля тринадцатую корону ты уже как будто знаешь потому что даже когда просят, ну, всегда просят посчитайте смету, сколько это будет стоить я помню, когда я считала первую корону я, в принципе, достаточно абстрактно представляла вообще, как я должна ее посчитать но я должна была это сделать, это профессионально а когда уже ты считаешь вот там вот последний раз сейчас снимается сказка ну, будет целая серия сказок очень красивая была на съемках на масс-фильме невероятно красивые декорации такие, ну, когда ты окунаешься в детство и это очень круто называется летучий корабль и вот там уже было достаточно просто посчитать смету потому что уже все, все знаешь уже а у меня вопрос такой прикладной ну, естественно, это же не из драгметаллов вы делаете из латуни из латуни и какие-то самоцветы это тоже кристаллы, да? да, да это все равно выглядит как натуральное есть ли какой-то лайфхак, чтобы как-то сказать, приблизить приблизить вот этот вот визуал ну, вот в этом и задача бижутерии на самом деле ну, если говорить про мою стилистику бижутерии она выглядит очень убедительно потому что вся технология производства ювелирная так как мы шли оттуда то, условно, производство ровно такое же те же руки, которые могли бы делать драгоценные металлы делают бижутерию контроль качества такой же а когда мы говорим про предметы для ну, каких-то, например, для фильма то тут тоже была задача именно особенно, вот, я говорю, в первой если мы говорим про мультяшные вот эти вот, ну, сказочные хороны то там другая технология но все равно это должна быть корона и она должна быть металлической она должна быть визуально смотреть, как будто бы она из золота вот, и когда мы делали для Матильды короны то для нас специально заказывали съемку в алмазном фонде с линейками со всем на свете то есть, в принципе, я все это высчитывала по камням читала историю, как там, кто называется и сколько их было штук то есть, это было, на самом деле невероятно точная копия с поправкой, что металл это латунь и камни это фианиты вот, и они все приклеены на клей не вставлены, как это должно быть, а приклеены но потом, я спустя какое-то время пошла сама на эту экскурсию в алмазный фон, чтобы, так сказать, сравнить вот, мне было приятно я поняла, что я попала именно вот туда, куда надо и, в общем, мы вообще во всем сошлись в пропорциях и вообще во всем это было суперинтересно и супер тоже Вену интересует эстетическое можно спросить, а сколько стоит корону? ну, примерно, хотя бы мне так неудобно, но не так интересно недорого, кстати, недорого недорого, да, да, но просто я помню там где были истории ну, всегда, знаете, в этих, в магазинах для туристов ну, вот эти, да, сувениры, там есть, там можно купить вот, и вот она там стоит, наверное, ну, это у меня старая информация сейчас там меняется все время вот, она там стоила, не знаю, 500 тысяч, допустим ну, у меня было дешевле, вот скажу вам так но качество уже вы знаете, у нас была там интересная история мы несколько делали, вот большой, ну, в нашем проекте была большая императорская корона и мы потом несколько раз ее повторяли, потому что там, ну, это было нужно и вот, в принципе, ну, производство, уже когда ты делаешь не с нуля, а ты уже делал, у тебя есть все, как бы, размеры и заготовки и косты и вообще все это было три с половиной месяца ну, это такая прям непрерывная работа, достаточно сложная, но это большой объем и это сложная конструкция, поэтому а потом, и мы их в итоге, кстати, повторяли, по-моему, три, и уже, может быть, потом уже там третья была еще быстрее ну, это так всегда, на всем это работает, даже на коронах Кристина, скажите, пожалуйста, вы тоже считаете, что дизайн важнее материалов? Мне кажется, Сваровский и ваш вопрос, это просто равно между ними и, мне кажется, Даниэль Сваровский открыл эту формулу бижутерии к ювелирке еще 127 лет назад потому что, если задуматься, то, ну, вы все понимаете, как бы, истинную ценность продукта, который мы продаем, и для меня всегда была удивительная история, что бренд вот так живет и, ну, 127 лет – это серьезный возраст, я считаю я хочу немножко рассказать про трансформацию бренда сейчас наверное, вы замечали то, что происходит и я как раз, когда слышала других спикеров, думала о том, что у нас тоже был такой момент когда мы решили тотально перейти из одного мира в другой и перед нами стояла очень сложная задача из, как я называла, на выставке в Базеле когда все золотовые и так далее приходили на наш тент после всех турбионов свача и омеги и так далее, они спрашивали, ну а что у вас? я говорила, а у нас швейцарские часы всем женщинам России вот, так и когда у нас трансформировался бренд, мы думали, как же стереть пыль с этой синей коробочки и сделайте этот бренд реально модным и трансформационным вот, и, конечно, как вы видите, дизайн все равно стоит во главе стола вот, это, конечно, это целая история, это и коммуникация, это и коробка сама, в которой мы продаем продукты и вообще tone of voice, в котором мы общаемся с сотрудниками команды и магазины, и сотрудники магазинов общаются с клиентом вот, но, конечно, это в первую очередь дизайн и даже здесь вот на картинке я увижу наш новый бренд и те же Клавы, Коки, Ивлеевы, Перепелкины и так далее, которые заметили это изменение, это все часть нашей стратегии это осознанные подходы к правильным людям, правильное представление бренда по-другому здесь на рынке и хочу сказать, что, несмотря на объем рынка Сваровский в России, он не является самым большим для компаний глобально вот, мы там в десятке, но не на первом месте далеко мы по продажам new design language, то есть как раз новый визуал бренда мы номер один в мире, вот, что показывает именно то, что стратегия по коммуникации здесь в России была выбрана очень верно спасибо Анна, а вы что скажете по поводу дизайна и материалов, насколько то или иное важнее? Вы знаете, моему бренду 6 лет, и мы все 6 лет думали о том, что это очень важно и более того, что натуральные цветные камни, которые мы проносим через весь дизайн это наш фундамент, на котором зиждется все просто а буквально в январе мы сделали опрос и пару глубинных интервью клиентов, которые сказали, что натуральные камни не так важны, как дизайн это не значит, что мы уберем натуральные камни из бренда, это означает, что это определенный плюс который, вероятно, влияет все-таки на финальное решение о покупке тем не менее, наша аудитория точно приходит к нам также за дизайном мы стараемся отстраиваться очевидно, что, например, металлы для нашей аудитории, они тоже важны то есть это достаточно частый вопрос один из топ по поводу металла, по поводу покрытия, как правило, какие-то такие вещи тем не менее, мы точно не будем уходить в бежу мы точно будем оставаться в том землете, в котором мы есть с точки зрения использования материалов но определенно точно дизайн это наше конкурентное преимущество мы будем его развивать понятно, спасибо Ирина? Слушайте, мы вообще оказались на ювелирном рынке мы туда не шли мы шли только через продукт, через дизайн у нас всегда был дизайн first, storytelling first и когда мы выбирали дизайнеров, мы никогда не думали, надо из золота или серебро мы вообще в металлах об этом вообще думали в последнюю очередь вот тут у нас Люда сидит, один из первых наших дизайнеров, которая у нас была и Антон сделал эту ручную работу из латуни и мы всегда восхищались как раз дизайном и считали, что это часть образа, что это эмоциональная покупка, что это тебя дополняет, это тебя продолжает это супер, ну я не знаю, то есть дизайн это так важно, что какая разница серебро-золото понятно, что для большей части рынка ювелирного, конечно, металл имеет значение, если мы говорим широкий срез но мы не там, мы ниша из ниш и представители как раз модной дизайнерской среды поэтому мы всегда будем за дизайн и storytelling вот очень хорошо и мы практически все вопросы осветили если есть вопросы у зала, пожалуйста, поднимайте руку и мы вам передадим микрофон здрасте, спасибо большое за этот великолепный спич, было очень интересно у меня немножко такой отстраненный вопрос ко всем спикерам что есть для вас украшения, почему вы их носите, какое для вас они имеют смысл именно как самое близкое к телу, наверное, такой вопрос я могу ответить, я, например, первое, как мы основали Poison Drop, я первые пять лет не носила украшения вообще и мне еще хватало глупости говорить, а я не ношу украшения вот, то есть я вообще, да, это, то есть у меня получился бизнес, который опередил меня саму вот, я стала поздним последователем того продукта, который мы делаем и который мы продвигаем поэтому я пришла к украшениям не так давно и сейчас они абсолютная часть всегда меня, моего образа мне, ну, у меня разные украшения под разные, то есть у меня есть то, что мне дорого лично там, на какую-то удачу символично, такое у меня есть, и когда у меня есть какое-то настроение я надеваю это украшение, есть, конечно, продолжение части образа, часть какого-то имиджа когда там зелененькое к зелененькому, голубенькое к голубенькому или что-то там в тренде и вот, ну, наверное, у меня так спасибо да, мне очень нравится вот Филипп, он парень и сидит в розовом кольце да? да, я бы с удовольствием носил бы женское украшение, да ну, в первую очередь, если вот отвечать на вопрос, то украшение, наверное, ну, лично для меня это как настроение просто да, вот это, да да, тоже отвечу на этот вопрос, для меня украшение это такая часть меня, то есть я не могу сильно менять их под разные образы мне кажется, что они, вот весь мой сет подходит ко всем образом а потом что-то меняется внутри меня и это что-то другое, но это такими периодами достаточно длинными я люблю все миксовать, очень часто встречая со мной клиенты нашего бренда говорят, о, разве это все можно вместе? я говорю, да, да, все можно вместе, все сочетается поэтому для меня это вот отражение моего образа и я ношу это всегда как, не знаю, как цвет глаз а вы вот русские дизайнеры носите украшения других русских дизайнеров? пам-пам-пам да, если честно, нет, я не ношу я ношу дизайн только свой и все но я могу сказать, что я всегда с наслаждением, с интересом смотрю другие бренды и другие марки просто мне кажется, что мы не совпадаем настолько, чтобы я могла это прямо носить хотя на самом деле всегда, ну это всегда очень интересно и есть очень достойные бренды поэтому с удовольствием бы носила а что вы представляете как вы представляете ну, скорее это такие, знаете, мысли внутри меня, то есть параллели у меня в разработке всегда несколько коллекций и в процессе что-то происходит в моей жизни, в моей голове и я понимаю, все, вот сейчас это готово готов образ, готова идея готова уже пустить в производство и уже воплотить в разных проявлениях там, например, кольца, серьги, еще что-то а вот эта идея и мысль она бродит постоянно и постоянно в моем рабочем пространстве очень много недоработанных там сэмплов какие-то образцы, какие-то материалы и это такой вот набор потом раз пазл складывается и все случается добрый день у меня вопросы животрепещущие касающиеся, наверное, всех вот мы поговорили, все прекрасно, все здорово, все молодцы ребят, мы столкнулись с ситуацией по-другому сказать не могу ювелир стонут, но это одна своя история что у нас сейчас по факту инстаграм, ну как таковой не работает приток клиентов, нет, трафик бесполезен значит, ВК бесполезен в том числе, потому что публика еще не перешла из инста туда телеграм, ну это опять развитие достаточно долгосрочное, плюс публикации купленных пабликах, либо работа с блогерами что мы имеем, как вы продвигаетесь я бы хотела вот поговорить о будущем как вы строите это будущее, за счет чего привлечения трафика, то есть если говорить глобально, мы вернулись обратно в 90-е, но для тех, у кого был инста определенной площадкой, а у нас практически у всех была на 90% мы привлекали оттуда клиентов то вопрос такого характера создаем сайты, вкладываем в SEO опять RCA, контекст и так далее то есть как вы сейчас видите свое продвижение, если не говорить о блогерах ну потому что они в большей степени не работают это имиджевая составляющая и как быть в том числе молодым брендом которые, ну как бы это все красивенько это здорово, но нужны продажи, нужны деньги нужно дальше, дальше, дальше развитие у меня вот прикладной вопрос, спасибо я тоже могу ответить, но мне бы хотелось саму послушать ребят молодых потому что ответ тут один, развивать узнаваемость марки и это еще сложнее, еще дольше, еще дороже и это, не знаю, самая дорогая метрика которая есть, это развитие, собственно развитие узнаваемости собственного бренда вот, эта метрика мерится ее можно посмотреть, помониторить и трекать и это самая непростая история во всей этой истории при лишении, то есть инстаграм еще нас приближал в скоростях к раскрутке собственных марок то сейчас эти каналы потеряны поэтому приходится приходится пробовать другие каналы вот и делать классный продукт и продукт всегда двигает ну вот на примере деформе как раз ребят молодых которые не инвестировали деньги в блогеров сделав классный продукт, когда они целостно представляют как он выглядит за, я считаю, довольно короткое время раскрутились от узнаваемой марки в узких, понятно, кругах но тем не менее вот, поэтому все от продукта я бы так ответила конечно чуть-чуть легче сидеть тут и говорить когда ты 8 лет на рынке и уже какой-то путь прошел как быть молодым сложный сложный вопрос, но есть еще уже платформы телеграм и еще да на самом деле вот это для нас самая большая проблема потому что у нас не раскрученная аккаунт мы сейчас сделали очень большой акцент чтобы этот таргет таргет крутить но все накрылась но как мы видим допустим наша целевая аудитория она умеет пользоваться VPN но мы не можем как бы привлекать новых поэтому есть одна такая идея уходить немножко в офлайн в том плане то что у нас довольно яркий продукт который бросается в глаза и мы как бы анализировали и видели то что человек его хочет покупать когда он с ним немножко взаимодействует и есть идея в общественных местах не знаю там кафе может в футкортах делать небольшие классные инсталляции которые будут также привлекать внимание и просто с QR кодом на сайт либо на инстаграм но это как вариант просто таких можно расставить много тебе не нужно нанимать какого-то определенного сотрудника за небольшую инсталляцию ты платишь какую-то минимальную аренду и ты сможешь только посмотреть что-то так но я повторюсь то что я уже рассказывала что мы просто перенаправили трафик на наш сайт у нас он давно работает и мы давно понимали что интернет-магазин нужен и на самом деле для меня была история с инстаграмом не такая продажная ну по цифрам и вообще по всему ну и на самом деле по какому-то даже моему ощущению что все-таки если вы ну как бы ну мы хотели бы чтобы мы были такими чтобы нас покупали на сайте вот и мы для этого много чего делаем и сейчас просто мы сместили свой акцент именно на продаже сайта на рекламу которая ведет нашего покупателя на сайт и в общем точно так же это поле которое всегда меняется и то что у нас так долго была стабильная история с инстаграмом может быть нас наоборот за затормозилом потому что мы знали что вот надо туда надо вложить эти рекламные бюджеты и это будет приносить то что приносит ну а сейчас не так окей давайте по-другому ну будем пробовать ну кстати вот мы тоже например пользу дроп мы всегда ориентируемся на продажи через сайт а не через директ инстаграма и как-то все время старались я хотел сказать цивилизованно но это не подходящее слово но почему-то путь пользователя наш мы видели через корзину сайт вот такой как бы классический е-ком и поэтому у нас большая клиентская база которая в принципе продолжает там путешествовать шопиться и взаимодействовать с нами через email рассылку через заход на главную страницу через баннеры поэтому конечно инстаграм ну во-первых он не умер действительно как филипп сказал vpng есть и единственно что нельзя находить новую аудиторию но мы посмотрим вот за последнее время мы потеряли несколько тысяч подписчиков а за последнюю неделю у нас прирост тысяч подписчиков то есть что говорит о том что как-то люди в принципе даже и возвращаются на эту платформу и как бы ну уж не все так совсем плохо да добрый вечер у меня наверное вопрос больше к ирине меня знаете что интересует у вас же очень много дизайнеров из европы из кореи и у меня соответственно вопрос такой как вы сейчас решаете вопрос с поставками с оплатами ну и вот все вытекающие последствия да спасибо за вопрос меня вот мои друзья часто спрашивают Ир ну вы как все закрываетесь умерли ну как бы нет я предвожу для своих друзей вот прям как друзьям расскажу вот раньше мы там летали Москва-Париж да сейчас мы летаем Москва-Стамбул-Париж да долететь можно да дороже да дольше ну вот примерно то же самое сейчас происходит трансфере денег и логистикой у нас если говорить про логистику то заблокировано только одно направление это ювелирные металлы то есть серебряные и золотые украшения потому что не работают службы которые работают со фризоной для таможенной очистки товара вот и с этим у нас сейчас большая заморозка в украшениях готовых коллекций которые мы просто не можем забрать потому что мы их не можем отвезти на таможню все что касается ну то есть мы их не можем отвезти на пробирование и вот это обуинивание то что касается не драгоценных металлов то с этим у нас проблем нет все доставки и поставки у нас идут вот наш партнер Сваровский у них сток на территории России то есть мы его на территории России покупаем К сожалению, у нас нет ни одного, но только один китайский дизайнер, который перестал быть дизайнером и переехал в Великобританию жить. Это на тему того, что с Китаем открыты границы и платежные системы, у нас нет с ними коммерческих отношений. То, что касается про человеческие отношения, то, что сейчас русофобия, то, что мы все читаем в телеграм-каналах, наша компания с этим не столкнулась. И слава богу, когда началась спецоперация, дизайнеры, с которыми мы дружим, я лично со всеми поддерживаю отношения, наоборот, присылали нам сердечки, поддержку и говорили, держитесь. То есть я так понимаю, что у них ощущение гораздо страшнее, нежели чем у нас. Также у нас, мы себя вообще мыслим международным брендом, и вообще у нас нет границ в отношениях ни с дизайнерами, ни в расовых, вообще ни в каких. У нас есть шесть дизайнеров из Украины, с которыми тоже у нас нормальные отношения даже в текущее время. И мы с ними постоянно обмениваемся ситуацией, как они, кто-то продолжает творить, видимо, в зависимости от региона. Но сложности, конечно, с оплатами, с логистикой, это все понятно с текущего времени. Поэтому решаем. То есть если раньше у нас было уравнение из ста дизайнеров по всему миру, то сейчас еще их нельзя привести. Ну, сложно. Но как-то решаем. Мы не считаем, что мы полностью обесточены и заблокированы в текущих реалиях. Да, здравствуйте. У меня вопрос касаемо роста цен на ювелирные украшения из драгметаллов. Как выстраивать коммуникацию с покупателями? Как объяснять им, что цены вырастут на 30, на 20, на 40 процентов? И как вы смотрите на прогноз в следующий год, насколько покупательская способность вообще будет справляться с этим ростом? И не приведет ли это к сильному сокращению рынка ювелирного у нас в России? Я вообще с горизонтом больше трех месяцев вообще не готова, если честно, комментировать и как-то даже размышлять, потому что слишком все нестабильно относительно роста цен. Мы с ростом валюты даже, можно сказать, инициировали с нашими дизайнерами встречу и настойчиво порекомендовали им сделать переоценку, потому что мы понимали, что те, кто не сделал переоценку, им будет нечем платить за металл, за работу и за ту часть их продукта, которая, как мы понимаем, тоже, естественно, подорожает. Поскольку у нас наши партнеры не все суперопытные предприниматели и многие не так давно на рынке, потому что мы уже переживали 2014 год, когда рост цен был в два раза, и, в принципе, переоценились. Мы сами не производители, мы продаем только дизайнеров, то есть мы могли аналитически наблюдать за спросом на марки и как это все происходит. Ну, наша аудитория нормально это все пережила, возражений у нас не было, и как будто бы все все понимают, честно говоря. Поэтому, может быть, мы какие-то немножечко особенные, потому что мы маленькие и нишевые, и сильно связаны с фэшн-миром. Тут вот, я знаю, что есть Алексей, он производством занимается, я его право не вижу, а вон Алексей. Может, вы расскажете, как у вас там цены все эти выросли, и как у вас упал ли у вас спрос, потому что я знаю, что у вас производятся наши гиганты, ювелирные все, и как вы им объясняете изменения цены? Может, расскажете? Ну, вы знаете, да, меня зовут Алексей Чернышев, компания СБ Золото. Мне понравился вопрос молодого человека, потому что он такой очень дизайнерский, и если брать математику, то объективно стоимость сырья подорожала, ну, где-то на 15%. И молодой человек говорит, ну, как-то цены выросли на 10, 20, 30, 40. То есть где-то, наверное, после 15-ти это уже не цены вырастают, а доходность молодых дизайнеров, которые, пользуясь этой ситуацией, пытаются немножко поднимать цены. Поэтому, в принципе, Ирина, вы, как всегда, правы. Вот, соответственно, 2014 год он был куда более жестче, для нас тяжелее, как бы, и мы тогда, наверное, впервые, как компании, которые производили украшения из золота, открыли для себя серебро, вот, и поэтому начали выпускать украшения не только из золота, но и из серебра, потому что цены выросли сейчас, ну, 10-15% это то, что где-то можно за счет своей прибыли ужаться, где-то можно поджать поставщиков камней. И, кстати, вот тот вопрос, который вы обсуждали, да, то есть тут, наверное, сидят много людей, которые потенциально дизайнеры, и было очень много таких разговоров про золото, серебро, латунь, которые там сейчас кто-то используется, но как-то вот такой для меня важный момент, он не был озвучен, как бы это драгоценный камень, потому что, мне кажется, с точки зрения развития коллекции, развития, как бы, ну, некой, ну, может быть, успешности и прибыльности бренда, надо думать не только, допустим, о металлах, но надо думать именно о камнях, да, потому что, думаю, потенциально, ну, на мой взгляд скромный, придумывать украшения с изумрудами, это более маржинально выгодно, ну, чем с некими, например, фианитами. Конечно, есть история Сваровски, это другая история, она более модная, более популярная, и, наверное, в принципе, те, кто делают украшения с кристаллами Сваровскими, они сразу так забирают кусочек известного бренда, но, в принципе, стратегия развития, как бы, работы с драгоценными камнями – это одна из перспектив, потому что покупатели, ну, скажем, до конца не разбираются в стоимости драгоценных камней, и есть очень сейчас разные, скажем, не самые дорогие камни, которые, ну, скажем, можно ловить, как бы, здесь, как бы, и дизайн, и прибыль. И это очень хорошее, мне кажется, такое тоже развитие для того, чтобы, ну, скажем так, оставаться на плаву, и для того, чтобы те люди, которые пришли, так, вау, 90 тысяч рублей колье Сваровски, блин. 200. 200 тысяч. И тут раз кольцо серебряное, но с изумрудом за 10 тысяч рублей. Ну, это вот опять, Алексей, это вечный спор вот вас, классических ювелирщиков, и нас немножечко с фэшн-фронта, за что платит покупатель, за металл или за дизайн? Ну, вот, мне кажется, ну, зачем нам спорить, Ирина, когда здесь вопрос о том, что мы же не претендуем на ваш фэшн-дизайн, мы просто такую даем некую идею того, что, например, вы свой фэшн-дизайн можете… Подавать Сваровски дешевле, Кристина. Не, мне кажется, знаете… Не за 200 тысяч. Не, Сваровски это вообще прекрасная компания, я думаю, что… И вообще, я думаю, многие дизайнеры, они могут просто делать такое отличное развитие. Зашли на сайт Сваровски, тем более, непонятно, они ушли, не ушли, то есть такая непонятная история, ну, для обычных людей. Так немножко, знаете, в стиле Сваровски сделали свою новую коллекцию, и она, как бы, будет уже 100% успешна. То есть это тоже такой некий потенциал будущего развития, которое тоже можно, в принципе, использовать. Конечно, не очень понравится компания Сваровски, но… Как бы… Алексей, все, отдавайте микрофон. Отдавайте. Слишком много хороших идей. Здравствуйте, спасибо огромное организаторам и спикерам за такую прекрасную встречу. Вопрос такой. Есть ли кто-то из вас на маркетплейсах? Если да, то какую это имеет прибыль? Если нет, то почему нет? Ой, мне тоже. Мы недавно начали сотрудничество, но оно еще не началось. Но пока все очень долго длится. Мы решили, что нам нужно на Яндекс.Маркет. Ну, я вижу в этом идею, и мне это интересно. Я пока не уверена в успешности мероприятия, но я вижу, да, будущее за маркетплейсами. Ну, в наше время суперудобно покупать все на одной площадке, выставив очень четко фильтр, и ты понимаешь, у тебя есть какая-то рекомендация этого маркетплейса, суперудобная логистика, очень четко выстроена, это, я считаю, круто. Ну, если вот говорить про такие наши опыты. Нет, у нас нет, и мы не планируем. Я вот с ребятами-дизайнерами общаюсь, они делятся опытом, кто был на Ламо, кто был, вот сейчас Яндекс выходит, но единого мнения нет. Я бы вот поделилась, рассказала. Скорее это всегда сопровождается сложностями, потому что это некое, другая, другие ведение бизнеса. Поэтому даже вот я знаю, что есть такая, ну, не то что профессия, типа менеджер маркетплейсов. То есть там есть явно какие-то фишки и фичи, которые продвигают у бренд. Вот это до нашего рынка еще, мне кажется, чуть-чуть не докатилось, поэтому вот я бы с вами поделилась опытом. Не знаю, бас нет на маркетплейсе. Ну, а вопрос, насколько там все это продается и… Да? А репутационно это соответствует стратегии вашей? А репутационно это соответствует вашей стратегии? Я думаю, как мы мыслим, например, в Мунке, мы считаем, что покупка – это некий процесс. У нас немаленький средний чек относительно рынка. Мы там выше, ну, большого-большого рынка, я про больших и веденных игроков сейчас, где-то там в 2,5-3 раза. И, соответственно, мы считаем, что покупка – это целый процесс. Мы много работаем над сервисом для того, чтобы покупка украшения превратилась во что-то очень классное. И у меня есть ощущение, что с маркетплейсом этот процесс, он как бы нивидируется. Я верю, что нас не покупают с классным свитером. Нас просто… Это не про… Мунка – это не про покупку к одежде, это про эмоции, например. Но это не мой проект. Я так вижу. Я художник, я так вижу. А тут есть кто-то на маркетплейсах подается? Может, из зала поделятся опытом? Просто я считаю то, что маркетплейсы – там очень специфичная целевая аудитория в том плане то, что… Во-первых, если хочешь выстраивать имиджевую историю, то на маркетплейсы нельзя идти. Плюс еще посмотреть. Я посмотрел очень много моих знакомых, которые продают различные там товары. Они на маркетплейсах станут цены на эти же товары примерно в два раза ниже. Да, потому что никто не покупает. Там сразу хейт какой-то идет и тому подобное. Мы есть на Ламоде. И на самом деле вы видели, опять же, транзицию бренда и украшения за 200 тысяч рублей. Мы очень комфортно себя там чувствуем, как и в партнерстве с Пойзон, так и с Ламода. Но там есть определенный свод правил. Они их знают. Там есть такие джентльменские соглашения, что касается рекомендованной цены, того, как они размещаются, как они о нас говорят, включаемся ли мы в скидки их или нет и так далее. То есть есть определенный свод, который на берегу, о котором договариваешься, и, соответственно, и бренд, и маркетплейс себя чувствуют достаточно выгодно в этой ситуации. Поэтому у нас опыт очень позитивный. Сначала мы были не на премиум. Около года назад мы перешли на премиум. Да, да, да. Мы тотально растем последние два года. Поэтому да, и тут нельзя сказать, это за счет того, что мы перешли туда, или да, или это случилось просто органически. Да, я хотела бы рассказать о своем опыте. Меня зовут Юлия. У нас бренд, мы продаем на два направления. Это аксуары для волос и бежитерия. И мы продаем как раз на маркетплейсе. Изначально мы затачивали свой бизнес под маркетплейс. И здесь я хочу сказать, что особенно для молодых дизайнеров, что очень важно изначально просчитать, если вы собираетесь туда, что вы будете продавать там. Вы не можете в Инстаграме, например, если ваш прайс-поинт до 10 тысяч рублей, то вы, например, выйдя на ламоду, которая, в принципе, чуть выше, чем Wildress или Ozone, вы никогда не сможете продавать так же. То есть нужно делать либо линейку премиум, которую вы продаете через соцсет, через личный контакт, через какой-то офлайн, и делать линейку, например, не премиум, которая там будет поддерживать вас. Но на самом деле я бы не закрывала для себя канал, особенно для молодых брендов, просто потому что нужно понимать, что для прокачки своего бренда вам потребуется время и деньги. Это хорошо, когда у вас есть там папа, муж, либо какие-то другие ресурсы, но, к сожалению, они есть не у всех. Поэтому маркетплейсы, если вы тщательно построите свою стратегию, позиционирование, в том числе ценовое, то они могут стать хорошим подспорьем. То есть как бы где-то вы зарабатываете, а где-то вы развиваетесь для того, чтобы быть и делать красиво. Ну и обязательно нужно много считать, потому что маркетплейсы – это все-таки про расчет, про то, как вы выходите, что нужно сделать, какой контент. Контент Инстаграма не всегда подходит под контент маркетплейса. И очень важно еще, вот с чем мы столкнулись, мы сделали очень классную упаковку, но мы не сильно заморачивались, мы не делали какие-то дорогие коробки. Мы попробовали сначала, поняли, что эта аудитория, она, когда примеряется изделие, она может немножко, как я это называю, варварски относиться к тому, что к ним приходят. Мы сделали очень классные планшетки, их напечатали, красиво брендированные, поняли, когда приходит, например, возврат, либо, например, мы продаем в основном на Wildberries, и там есть такая история, что ты можешь, покупатель может пометить изделие как брак, и, например, ты можешь его утилизировать, либо забрать себе. И в этом случае мы видим фотографии, и мы видим там вырванные планшетки с мясом, мы видим, у нас есть часть изделия, это сборные изделия, когда есть, например, камень, и он надевается на швензу. И, соответственно, мы видим, например, возврат швензы без камня, камней без швензы, ну, какие-то такие истории. То есть нужно закладывать определенный процент на брак, который тоже пойдет вам минус и ляжет на вашу маржинальность. Ну, либо как-то продумать, как это лучше сделать, чат не прописать, но это не всегда работает. И еще второй момент. Я разговаривала на днях с Азоном, и мы тоже обсуждали различные направления, и они говорят, что если вы продаете, например, бюртерию в разряд до полутора-двух тысяч, тогда вы на Азон можете идти. Если вы продаете дороже, то даже не стоит туда соваться, потому что продаж будет очень мало. То есть здесь нужно подумать над этим. И то 2000 для Азона, на самом деле, я смотрел, спрос это многовато. Да, это много. Ну, то есть самое оптимальное, если вы хотите продавать, это 1800-1200. Вот эта вот аудитория, которая может вами заинтересоваться, но при этом она будет относиться к этому так, что должен приехать водитель на вилле, привезти им, все красиво пахнуть. То есть она будет ожидать от вас этого, хотя вы продаете, по вашему мнению, дешевле, чем вы хотели бы. Вот. У меня все. Друзья, я думаю, еще один вопросик. Да, и будем запуглить. Всем добрый вечер. У меня вопрос к дизайнерам, он сходит из личной истории. У меня свой небольшой бренд бижутерия. И недавно мне стало известно, что одна женщина ворует мой контент и передает фотографии моих изделий мастеру, который пытается их с точностью удаляю, но чей скопировать. Хотела бы получить, наверное, совет от дизайнеров, вот от Анны, Ольги и Филиппа. Сталкивались ли вы с такими ситуациями, как на такое реагировать? Более того, она даже использует мое честное имя и отправляет покупателей ее украшений с браком ко мне. То есть ко мне пришел покупатель с браком, а я все делаю своими руками, но я узнаю свои изделия из тысячи, поэтому была вот такая абсурдная ситуация, очень неприятная. Буду рада получить совет. Да, к сожалению, с этим никак юридически мы не можем бороться. Мы сталкивались с такой ситуацией. Очень многие бренды российские, которые уже там дизайнеры, которые так или иначе на слуху. Давайте так, мало кто не сталкивался с этим. Мы буквально месяц назад собеседовали в команду Категоринова менеджера из, не буду называть, компании. И она сказала, что да, мы тоже вас, малышей, просматриваем. Вот сейчас я вам открою каталог нашей большой компании с вашими пуссетами. И у нас не получилось взять этого человека на работу. Но тем не менее, вы ничего не можете сделать. Единственное, что вы можете сделать, это отстроиться дизайном так, чтобы вас было сложно копировать. Но это тоже как бы непростая вещь, потому что даже если вы патентуете какой-то дизайн, это очень сложный, очень дорогой, очень долгий процесс. Даже, не знаю, никто его по большому счету не делает, если это не какие-то эксклюзивные украшения. Если к этому дизайну добавить минимальную деталь, то это уже не будет вашим дизайном. Даже процесс легализации, он не совсем рабочий. Поэтому единственное, что я бы советовала, это отстраиваться дизайном от остального рынка, делать украшения более сложным, технологически, насколько возможно это для тиража. Не знаю, в каком тираже вы работаете. Вот. И все. И подключать, не знаю, коммуникацию, может быть, если у вас есть какие-то возможности подключать в коммуникацию, это говорить о том, что вас копируют. Может быть, на личной странице говорить об этом, отмечать. Жесткую коммуникацию подключать. У нас на самом деле очень много нас копируют, потому что это в основном очень доступные материалы, люди часто видят, думают, что это очень легко сделать, но на самом деле это выглядит очень легко и наивно, потому что мы даже звали как-то людей лепщиков, чтобы расширяться, и люди, которые лепят кукол, не могут кольцо слепить нормально. Да. И у нас, я, наверное, блокировал уже аккаунтов штук 30, это точно, которые нас постоянно копируют, потому что они увидели какой-нибудь там селебрити, и думают, сейчас они будут делать и зарабатывать деньги. и я просто потом понял, что нужно усложнять визуал, чтобы как-то от них выделяться, именно делать другие фотографии и все. Только если так, а так никак с этим не бороться, наверное. Да, Филипп, я, кстати, в вашем колечке. Да, я уже. Здорово. Спасибо. Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем большое за то, что провели этот вечер с нами. Спасибо. Спасибо.